Приветствуем вас! Раз вы смотрите этот фильм, значит вы человек ищущий и открытый к новой для себя информации. Итак, приступим. Джон Рокфиллер, самый богатый человек в мире, сделал карьеру от простого бухгалтера до богатейшего человека в истории Земли. Его состояние сегодня оценивалось бы более 200 миллиардов долларов. Занимаясь бизнесом, Джон выполнял определенные правила, которые помогали ему сохранять и увеличивать свой капитал. Как звучат эти правила? Первое. Меньше работай на кого-то. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже живешь. Работа от слова раб. Второе. Экономь деньги. Ищи, где можно купить продукцию дешевле или оптом. Первое. Составляй список покупок заранее и покупай только то, что есть в списке. Третье. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Четвертое. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе независимо от твоих усилий. Создай источник пассивного дохода и живи себе в свое удовольствие. Пятое. Думай о том, как заработать минимум 50 тысяч долларов в месяц. Можно больше. Меньше нельзя. Эта цифра была рекомендована Рокфеллером не просто так. Дело в том, что самые богатые люди в нашем мире ежемесячно тратят не более 50 тысяч долларов США. Шестое. Деньги приходят к тебе через других людей. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Седьмое. Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Даже у очень богатых людей всегда найдутся родственники, друзья и прочие просители, которые, если от них профессионально не отбиваться, быстро лишат тебе денег, целей и твоей мечты. Если ты человек пока бедный, то, скорее всего, в твоем окружении просто не любят, не уважают и некоторые даже ненавидят богатых. Всегда надо общаться с победителями и оптимистами. Восьмое. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывай себе оправдания, почему именно сейчас ты не можешь начать идти к своей цели. Девятое. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Десятое. Мечты – это главное в твоей жизни. Важно мечтать и верить, что мечты сбудутся. Человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Одиннадцатое. Помогай людям не за деньги, а от чистого сердца, но только тем людям, которым ты сам хочешь помогать. Это не обязательно родственники или знакомые. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. Двенадцатое. Создавай бизнес-системы и наслаждайся своими заработанными деньгами. Эти правила и легли в основу бизнес-системы международной компании G-Network. Ответьте себе на вопрос. Вы осуществите свои мечты, если будете всю жизнь заниматься тем, чем занимаетесь сейчас. Будете ли иметь полную свободу через несколько лет, работая там, где вы работаете сейчас? Начнете ли вы жить в ближайшее время так, как всегда мечтали? То, о чем мы будем говорить дальше, уже помогло тысячам людей перейти к своим целям. Это произошло не мгновенно. У одних на построение бизнеса ушло несколько месяцев, у других 2-3 года. В любом случае, если сравнивать с тем, что вы, может быть, проработали 5, 6, 10 или 15 лет и до сих пор находитесь в поиске новых предложений, то это неплохой вариант за столь короткий промежуток времени построить международный бизнес. Сегодня вы имеете возможность воспользоваться пошаговой системой, при помощи которой вы сможете увеличить объемы своего бизнеса, получить дополнительный или основной доход, заработать стартовый капитал, а, может быть, открыть еще один серьезный бизнес, который будет приносить вам стабильный доход.